всем привет чуть-чуть ждем пока потянутся сейчас посмотрю сколько придет сегодня поступил очередной вопрос ко мне хотел на него ответить в форме трансляции отлично всем привет да все можем продолжать трансляцию значит смотрите насколько вы видели кто следит за моими новостями за моими постами вконтакте я сказал что я принимаю вопросы на которые буду проводить трансляции вот здесь вот есть такой сервис askfm вы можете там задать ваш вопрос и либо я отвечу на него в тексте если там быстро если нельзя быстро ответить то это попадает потом уже в трансляцию это я сегодня хотел ответить на вопрос который мне поступил и этот вопрос примерно звучит следующим образом привет макс хочу узнать твое мнение по поводу почему я не могу ничего изменить в своей жизни хотя и все понимаю о чем ты говоришь что нужна практикой что мозг сопротивляется не созрел и так далее вот аскар спрашивает у меня то есть почему так хочется что-то изменить но не могу изменить вот на этот вопрос я хотел вам дать свое понимание вот как я это вижу сегодняшней трансляции все достаточно просто дело в том что свобода она только нам кажется то есть вот у нас есть такое представление что мы можем куда угодно ходить делать что угодно но правда заключается в том что по мере формирования нашей психики да то есть по мере того как мы формируемся у нас формируется определенная привычная механика тела и у нас формируются определенные привычные способы мыслить да вот в том числе там психология нам пытается задвинуть такую тему где ты возможно согласен с ней что у нас формируются определенные нейронные связи да то есть в мозге определенные нейронные связи сформировались и вы уже как словно вот привыкли именно так действовать если вы хотите вдруг взять и сделать что-то совершенно новое то фактически это противоречит привычной механике тела вашему привычному образу мысли вообще при ваши ваши привычки действий все это противоречит поэтому такие резкие изменения не то что не получается делать их часто опасно совершать то есть когда хочется что-то изменить очень важно помнить о законе постепенности градиента да то есть тело это машина это механизм этот механизм он определенным образом устроен и нам часто кажется что мы полностью обладаем способностью управлять этим механизмом но жизнь нам показывает что это не так у нас могут быть во-первых заблокированы определенные наши способности во вторых у нас может набраться целый спектр деструктивных привычек да и просто привычек разных привычек да то есть мы каким-то образом формировались у нас что-то там за программила запрограммировалась внутри и также у нас формируется определенный спектр способов мыслить и вот для того чтобы это изменить до чтобы перенастроиться на что-то новое нужно время нужно желание и нужно понимание как это делается то есть изменения возможны в вашей жизни но они изменяются постепенно это постепенно и такое разрушение старых привычек разрушение старого образа мышления разрушение старых контуров механизмов внутри тела и постепенная трансформация в большую свободу до или в какой-то новый образ действий новый образ мысли это постепенно очень происходит многие люди приходят на мои трансляции слушают и думаю так все я все понял спасибо макс ты молодец ты мне все классно объяснил начиная с завтрашнего дня я буду действовать совершенно иначе я себе поставлю какие-то цели совершенно другие чем я привык себе ставить да я что-то там возьму и срочно изменю и с чем сталкивается с человек человек сталкивается с инерцией с болью с дискомфортом и с неспособностью что-либо изменить и это совершенно нормально потому что изменения некоторые изменения невозможно сделать сразу то есть это постепенный процесс вы принимаете решение что что-то нужно постепенно изменить что-то уладить потом это как бы сначала это изменение происходит в голове в голове должно улечься скажем так да то есть уложиться должно это стать в голове чем-то нормальным вообще такой способ мыслить так смотреть это первое эти мысли которые к вам попали да и которые казались чем-то вообще нереальным они вдруг для вас стали реальные и вот эта степень реальности этих мыслей для вас это постепенный процесс и по мере того как это становится все более реально вы все лучше это понимаете чисто мыслительно через разум параллельно важно подключать какие-то действия но без насилия над собой без того чтобы попу себе рвать да без того чтобы ломать себя не надо ломать нужно постепенно вот эту зону комфорта да то есть сложившийся сценарий привычные действия потихонечку расшатывать в новую сторону да да то есть это постепенный процесс поймите что ваш мозг это машина эта машина и эта машина она определенным образом программируется как и тело она тоже программируется если вы хотите что-то поменять то это никогда не произойдет резко это но вы можете конечно попробовать резко но у вас будет боль у вас будет страдание много связанного с этим стресс напряжение поэтому изменения возможны услышь меня пожалуйста так сейчас один момент где-то у нас дорогой аскар да вот аскар услышь меня пожалуйста изменения возможны постепенно постепенно можно все поменять но если ты вдохновлен какой-то идеи и резко это хочешь сделать то ты можешь себя довести до такого состояния что те не захочется ничего менять в твоей жизни у вас уставший вид ну вот знаешь меня всегда удивляет в этот момент почему ты обращаешь внимание на форму они на суть вот я эту трансляцию провожу для того чтобы тебе суть передать ты начинаешь рассматривать как я выгляжу может я не выспался сегодня может еще что-то зачем ты смотришь на то там не знаю как я выгляжу пожалуйста слушай то что я тебе говорю это намного важнее окей на этом все принципе небольшая трансляция напоминаю что если у вас какие то есть ваши личные вопросы да то вот сервис вы туда можете задать заходите по этой ссылке сервис ask me задавайте ваши вопросы если будет интересный вопрос я проведу на этот вопрос трансляцию отвечу раскрою это видео формате на этом все пока пока